Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим и поможете росту и продвижению канала. Поехали! Несмотря на неоднозначные отзывы, фильм Netflix «Балерина» тепло приняли во всем мире. Фильм занял первое место в мировом топ-10 фильмов Netflix не на английском языке, согласно рейтингу платформы, опубликованному 18 октября. Помимо этого, фильм вошел в топ-10 в 89 странах, включая Корею, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию и Тайвань. Это достижение говорит о растущем интересе к фильму. Ему удавалось стабильно занимать первое место в списке топ-10 Кореи в течение двух недель подряд. «Балерина» – это изысканная, но безжалостная эмоциональная драма о мести. Главной героиней фильма является Ок Джу. Раньше она была телохранителем, однако теперь она преисполнена решимости отомстить за смерть своей самой близкой подруги Мин Хи. Произошедший с ней трагедия «На винит чве». Интересно, что этот фильм является уже вторым сотрудничеством между реальной парой с режиссером Ли Чун Хёном и актрисой Чун Джон Со. Ранее они работали над фильмом «Звонок». Пак Хён Шик и Пак Байон продемонстрировали свою очаровательную химию на съемках драмы «Силачка Кан Нам Сун». Это спин-офф популярный из «Драмы Силачка Дэ Бон Сун», где Пак Хён Шик и Пак Байон сыграли роль Эн Мин Хёка и Дэ Бон Сун. В эпизоде, вышедшем в эфир 14 октября, они исполнили особое камео, появившись как персонажа из «Драмы Силачка Дэ Бон Сун». В интервью после съемок Пак Хён Шик и Пак Байон поприветствовали зрителей. Пак Хён Шик рассказал о том, что это был первый раз, когда они воссоединились для камео. Он признался, «Я так нервничал в машине, думая о том, что мне следует делать. Но как только я увидел твое лицо и знакомых сотрудников стаффа, я мгновенно успокоился». Пак Байон продолжила, «Несмотря на то, что прошло около пяти лет, наша химия сработала сразу». Английский дубляж нового фильма «Хаяо Медзаки. Мальчик и птица» представил по-настоящему звездный состав актеров. Голоса персонажам подарят Кристиан Бэйл, Дэйв Бастиста, Джема Чан, Уильям Дефо, Карен Фокухара, Марк Хэмилл, Роберт Паттин, Сан-Флоренс Пью, Лука Падаван и другие. Фанат впечатлил звездный состав. Кристиан Бэйл – обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Боец». Уильям Дефо четырежды номинант на «Оскара», победитель Венецианского кинофестиваля. Флоренс Пью – номинант на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Другие актеры также покорили зрителей невероятными ролями и актерскими навыками. Сборы фильма «Мальчик и птица» в Японии составили 55,5 миллионов долларов. В кинотеатрах был распродан 1 миллион билетов, а за первые три дня фильм заработал 13 миллионов долларов. Фильм «Мальчик и птица» открыл международный фестиваль в Торонто. Впервые данный фестиваль открыла анимационная картина и японский фильм. За режиссуру и сценарий отвечал Хаяо Миядзаки. Джо Хисайси, написавший множество произведений для студии «Гибли», снова работал над музыкальным сопровождением. Хаяо Миядзаки утверждал, что «Мальчик и птица» станет последним фильмом в его блестящей карьере, однако уже работает над новым проектом. Приготовьтесь к воссоединению Сон Хо Джуна и Чан Нары на малых экранах. «Мой счастливый конец» рассказывает историю женщины по имени Со Джи Вон, которая одержима успехом из-за не слишком счастливого детства и пытается убежать от своих нездоровых желаний и навязчивых идей. Чан Нара сыграет роль Со Джи Вон, генерального директора бренда «Домашние мебели», которая неустанно работает, чтобы осуществить несбыточную мечту, а Сон Хо Джун сыграет ее мужа, Хо Сун Йона, которого затягивает водоворот ее желаний. Актеры могли похвастать великолепной химией в качестве супругов в одной из моих наилюбимейших дарам «Достойная пара» в 2017 году и получили массу зрительской любви. В тизере Со Джи Вон воспоминает, как она выходила замуж за Хо Сун Йона. Хотя в голове Со Джи Вон проносятся, казалось бы, счастливые воспоминания, в ее лице по неизвестной причине читаются беспокойство и нетерпение. Ближе к концу видео Со Джи Вон вспоминает улыбающиеся лица окружающих ее людей. В следующий момент она оборачивается и резко спрашивает «Кто ты?», повышая градус напряжения в кадре. Примера дарамы «Мой счастливый конец» состоится в декабре этого года. Дарама-линчеватель с Нам Джи Хёком в главной роли поделилась новыми кадрами. Дарама-линчеватель повествует о Ким Джи Йоне, студенте-отличнике из полицейской академии. Днем Ким Джи Йон следует закону, но ночью превращается в линчевателя, который наказывает избежавших правосудия преступников. Еще в детстве Ким Джи Йон потерял мать после жестокого нападения местной бандитской группировки. Он решил взять правосудие в свои руки и наказать преступников, вышедших из тюрьмы. Примера дарама-линчеватель состоится 8 ноября. Избежавшая семерка продолжает появляться в заголовках статей после того, как зрители раскритиковали сериал за проблемы в сюжете. После критики и жалоб на чрезмерное насилие и провокационный контент зрители требуют, чтобы СБС отменили дальнейший показ. От разочарования зрителей до падающих рейтингов дела у сбежавшей семерки выглядят не очень хорошо, поскольку сериал остается в центре скандала. Драма от создателей Пентхауса, режиссера Джу Дон Мина и сценариста Ким Сунок рассказывает историю о месте людям, которые сделали жизнь бандами невыносимой. Среди них ее биологическая мать Гым Рахи, которую играет Хван Джу Ным, и королева школы, издевавшаяся над ней Хан Моне в исполнении Ли Юби. Хотя дарама демонстрирует сходство с популярным сериалом 20-го года, во время пилотного эпизода сбежавшая семерка привлекла внимание своей нетрадиционной тематикой. Издевательства, чрезмерное насилие, жестокое обращение с детьми, неуместное отношение с участием несовершеннолетних и коррумпированных учителя вот жалобы, которые зрители выдвинули против Дорамы СБС. В докладе, цитируемом одним из новостных порталов, 17-я серийная Дорама вызывает неоднозначную реакцию зрителей. Некоторые критикуют Дораму за излишнее насилие, в то время как другие хотят, чтобы ее вовсе отменили. Как упоминает новостной портал у многих зрителей сюжета, сериал вызвал отторжение. Помимо этого, некоторые хотели, чтобы СБС принесли аудитории извинения, а сценарист Ким Сунок ушла в отставку. Судя по недавнему эпизоду сериала, 8-я серия СБС не смогла привлечь внимание зрителей, несмотря на потрясающий актерский состав, набрав средний рейтинг по стране в 6,5%. Хедлайнером СБС выступает актер Ом Ки Джун в роли жаждущего мести отца, который замаскировался под Мэтью Ли, владельца популярного мобильного приложения в Южной Корее. К нему присоединились Ли Ю Би и Хван Джон Им. В актерский состав также вошли Ли Джун, Чо Чжи Юн, Юн Тэ Йон, актеры-ветеран Ли Док Хва, а также актеры пентхауса Юн Джон Хун и Шин Ин Гён. Новые эпизоды выходят в эфир по пятницам и субботам. Нет, я слышала, конечно, что там трэш, но я как раз в ожидании выхода всех серий, чтобы посмотреть, потому что новая дорама Юн Джон Хуна, да и снова с Ом Ки Джуном, блин, да я будто собралась вернуться в пентхаус. Экспедиция правдивых историй на канале МБС недавно пролила свет на трагическую судьбу стримерши Африка ТВ Битбери. В эпизоде от 12 октября она, с трудом сдерживая слезы, поделилась своими страхами и травмами с аудиторией. На экране она сняла головной убор, показав коротко стриженные волосы, и рассказала о своем ужасном опыте. «Меня лишили моих волос и заточили в ванной комнате без одежды. Мне так не хотелось умирать, и я так хотела выжить». Программа подробно рассказала о том, как ее муж, с которым она была в браке 7 лет, подвергал ужасным пыткам ее и даже их домашнюю собаку. По мере роста популярности в Битбере, муж становился все более контролирующим, настаивая на том, чтобы она выглядела все более вызывающе в ее трансляциях. Когда она пыталась противостоять, он жестоко заявил «Ты просто товар. Товару не полагается иметь личность или чувство». Далее экспедиция рассказала о том, как Битбери не раз становилась объектом насилия со стороны мужа, каждый раз, когда пыталась постоять за себя. Она утверждает, что все пережитое было настолько страшным, что внушило ей глубокий страх. После долгого молчания и страха Битбери обратилась в полицию, что привело к аресту ее мужа. TVN поделились новыми постерами драмы «Дивань с необитаемого острова». Сюжет романтической комедии вращается вокруг девушки, которая попала на необитаемый остров, направляясь в Сиуну прослушивание. На новых постерах главная героиня Су Мок Ха создала самодельную сцену на острове и наслаждается игрой на гитаре. Через ветви деревьев пробивается мягкий солнечный свет. На другом постере Мок Ха ярко улыбается, пробегая по воде на берегу острова. Надпись на тизере гласит «До того дня, когда я наполню мир своей мечтой». Режиссер Дорамы О Чун Хван рассказал, почему взял Пак Эн Бин на главную роль. Пак Эн Бин единственный, кто мог сыграть эту роль. Я задавался вопросом, как много актрис обладает достаточной энергией, чтобы передать позитивную силу Мок Ха и убедить зрителей. Чтобы сыграть Мок Ха, актриса должна петь и практиковаться в особом диалекте. Также ей предстоит танцевать и делать еще множество различных вещей. Я хотел, чтобы роль исполнила Пак Эн Бин, поэтому отправил ей предложение. Она очень удивила меня на первой встрече. Когда она прочитала сценарий, я понял, что она очень тщательно подготовилась. Она написала собственные мысли о персонажах и свои вопросы в небольшой тетради. Тогда я понял, что попаду в беду, если не возьму ее на роль, поэтому попытался убедить ее. К счастью, она согласилась. Это был незабываемый день. Премьера Дорама Дива с необитаемого острова состоится 28 октября в 21.20 по корейскому времени. Новая Дорама ИНС «Скажи мне, что любишь меня» подтвердила премьера в ноябре. Дорама основана на одноименной романтической Дораме, которая транслировалась на канале ТБС в Японии в 1995 году и получила награды «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и другие на японской церемонии за телевизион-драмой «Академия Эвортс». Чону Сон сыграет Ча Джу Ну, человека с нарушениями слуха, который чувствует свободу в своем собственном тихом мире и добродушен, несмотря на окружающие его предрассудки. Шин Юн Бин выступит в роли Чо Мо Ин, начинающей актрисы, которая выражает свои чувства словами. Трагическая смерть актрисы Оэн Хе стала предметом обсуждения после недавних новостей о смерти Ким Йон Хо. 12 октября интернет-сообщество заполнил сообщениями с заголовками «Актриса, которая покончила с собой из-за Ким Йон Хо». Про него и рассказывала в последних кип-поп-новостях. Согласно публикациям, Оэн Хе впервые стала широко известной после выступления на Пусанском международном кинофестивале в 2011 году, где она и встретилась с Ким Йон Хо. По слухам, Ким Йон Хо, пораженный ее дерзким характером, начал с ней роман, несмотря на то, что был женат. Их отношения длились 7 лет, и за это время Ким Йон Хо представил Оэн Хе многим влиятельным личностям, утверждая, что она должна их развлекать. Когда карьера актрисы не развивалась так, как ожидалось, Ким Йон Хо представил ее адвокату Ху Вангу, с которым сотрудничал на известном YouTube-канале Гаросэ Ро Ресерч Институт. Между Ху Вангом и Оэн Хе начались интимные отношения. Однако, узнав, что Ху Ванг уничтожительно называл ее лишь телом, актриса испытала глубокое чувство предательства и решила покончить с собой. Оэн Хе оставила записку, где выразила свои обиды. «Ты видишь? Человек, который называл меня просто телом», адресуя слова Ху Вангу. Хотя убедительных доказательств пока нет, многие уверены, что Оэн Хе не могла придумать такое обвинение. 14 сентября 2020 года Оэн Хе была найдена без признаков жизни в своем доме. Несмотря на попытки врачей, актриса скончалась в возрасте 37 лет. Она начала свою карьеру с фильма 2011 года «Sin of a Family» и сыграла в ряде других картин. А Ким Йон Хо был найден мертвым 12 октября, что стало причиной для пересмотра обстоятельств смерти Оэн Хе в сети. Пак Джихун и Хо Я Джи сыграют в новой дораме. «Фантастическая соната» – это историческая романтическая фэнтези-дорама. Сюжет сериала расскажет историю любви между мужчиной, в котором борются две противоположные личности и любящие его женщины. Пак Джихун сыграет двойную роль наследного принца Са Джо Хён и второй его личности Ак Хи. Са Джо Хён – интеллектуально развитый персонаж, который использует свой художественный вкус в работе дизайнера, вскрывая свой статус наследного принца. У Лупаков его сердце осталось рано от травматичного детства. Ак Хи – вторая личность Са Джо Хёна – очаровательный парень, которому легко дается флирт, но каждый раз при физическом прикосновении он чувствует невыносимую боль. Хон Йе Джи сыграет Йон Воль, чья жизнь наполнена невероятными поворотами. Она наследница падшей династии Йон и единственная дочь Йон Пун Хака. Йон Воль скрывает свою личность и становится наемницей Гера, намерена отомстить за семью. Пытаясь убить короля, она попадает в ловушку и просыпается без воспоминания о прошлом. Примера драмы «Фантастическая соната» состоится в январе следующего года. Ли Чжи Хун был выписан из больницы после экстренной операции, которую он перенес две недели назад из-за ишемического колита. В настоящее время он выздоравливает у себя дома. Представители актера сообщили, что он, возможно, сможет возобновить свою деятельность на этой или на следующей неделе. Он также планирует вскоре вернуться к съемкам драмы. Ан Йон Хон, известная зрителям благодаря роли в драме «Пентхаус», вышла замуж во второй раз. 16 октября СМИ сообщили, что церемония бракосочетания прошла в частном порядке 13 октября в Сеуле. Сообщается, что муж актрисы является генеральным директором средней компании. В настоящее время Ан Йон Хон снимается в драме KBS One TV «Несчастливая семейка». Ан Йон Хон начала сниматься еще будучи ребенком, поэтому ее актерская карьера длится уже около 38 лет. За это время она снялась во многих популярных драмах. В 2008 году она вышла замуж в первый раз, но подала на развод в июне 2017 года. Грядущая драма ENA «Дневная луна» представила новый постер. Основанный на популярном вебтуне, сериал «Дневная луна» рассказывает грустную историю любви, охватывающую полторы тысячи лет. Перемещаясь между прошлым и настоящим, драма повествует о мужчине, для которого время остановилось после того, как его убила возлюбленная, и женщине, которая потеряла воспоминания о прошлой жизни и продолжает течь, как река. Премьера «Дневной луны» состоится 1 ноября в 21.00 по корейскому времени. Кан Сара ждет второго ребенка. Агентство сообщило, что Кан Сара беременна вторым ребенком, она родит к концу года. Кан Сара вышла замуж в 20.00 году и родила первого ребенка в 21.00. Также она поделилась кадрами с новой фотосессией. У Ом Хён Кён и Ча Су Вон родился ребенок. Согласно сообщениям СМИ, 16.00 октября, актриса Ом Хён Кён родила здорового мальчика. Также сообщалось, что ее муж Ча Су Вон находился рядом, чтобы полностью прочувствовать момент становления отцом. Напоминаю, что в настоящее время он служит в армии. Пара официально поженится, как только Ча Су Вон вернется из армии. Авторы голливудского фильма «Капитан Марвел 2» поделились постером с персонажем Пак Су Джуна. Принц Ян – персонаж оригинальных комиксов, который женится на Кэрол Денверс. Премьера Марвела в США запланирована на 10 ноября. 14 октября состоялась премьера драмы «Никогда не поздно». Главные роли исполнили Ван Цзинь Вэй, Бай Цзин Тин, Ван Цян, Чэнь Хао и другие. Цзян Цянь – дизайнер волонтерьеров. Когда она позволила себе критику в адрес руководства, ее перевели из главного пекинского офиса в отделение в ее родном городе Су Джоу. Ее планы на возвращение в офис рушатся. Она расстается с парнем и начинает жизнь с чистого листа. Ее коллегой по работе становится 60-летняя У Цзин Фан. Работая в паре, каждый обретает для себя важный опыт, который помогает им в повседневной и профессиональной жизни. Настало время посоветовать вам дораму. И сегодня это комедийная мини-дорама «Пожалуйста, не встречайтесь с этим парнем» или «Пожалуйста, не встречайтесь с ним». В современном мире нет ничего необычного в том, чтобы обращаться к технологиям за помощью. Мы настолько привыкли пользоваться различными гаджетами, что даже не замечаем этого. Поэтому неудивительно, что технологические новинки, призванные облегчить нам работу или быт, достаточно быстро входят в человеческую жизнь. Со Джисон – программист компании Smart Home AppLens. Она одна из тех людей, которые трудятся над созданием программ для бытовой техники. В своем очередном проекте Джисон хочет представить миру холодильник, который будет не только сохранять еду свежей, но и, используя параметры хозяина, составлять для него идеальное меню из доступных продуктов. Из-за внезапной поломки Джисон что-то исправила в кодировке, и теперь он и холодильник способен составлять не только оптимальную диету, но и кое-что еще. Искусственный интеллект холодильника каким-то невероятным образом получил доступ к огромной базе информации с личными данными людей. Зато сейчас он может рассказать и даже показать, чем человек занимался буквально вчера вечером. Поначалу Джисон приходит в ужас от новых возможностей и пытается исправить ситуацию. Но когда при помощи искусственного интеллекта героиня узнает о настоящем отношении жениха к ней, она кардинально меняет свое отношение. Теперь Джисон намерен сделать из своей ошибки помощника в личных делах, чтобы знать наперед, стоит ли общаться с новым знакомым. Но программа работает без боя ровно до тех пор, пока Джисон не встречает Чонг Кухи, парня, который совершенно не пользуется современными гаджетами, и как в таких условиях прикажете искать информацию. Кто уже смотрел эту драму, пишите в комментариях, понравилась она вам или нет, и кто решил посмотреть, также пишите. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон!